Я считаю, что, конечно, потоки информации в общем доступе нужно контролировать, потому что очень много людей не особо умных, людей, неадекватно воспринимающих ту или иную информацию, также детей, которые не должны какие-то вещи знать и видеть. Поэтому, мне кажется, надо сделать классификацию интернета. То есть для того, чтобы человек мог пользоваться мировой сетью интернет, он должен как минимум пройти какой-то определенный тест в государственной организации, получить определенный бланк доступа, как водительское удостоверение. Интеллектуальная информация – это очень важная для человека, жизни любого человека. Поэтому, конечно, нужно… Но всех под одну гребенку нельзя. Предположим, научные работники, специалисты какие-то, им необходим доступ к мировому интернету, им необходима какая-то информация, чтобы понимать течение мировой науки, куда, что. В то же время мы понимаем, что огромное количество людей не умеет пользоваться интернетом, неправильные сайты посещает, всякие самоубийцы, всякую дрянь читает, и с ума люди сходят. Понимаете? Вот надо оградить такую категорию людей. Должна ли быть лицензия на использование интернета? Вот мне так кажется. Это очень важный момент. То есть кто-то и может иметь доступ к всемирной сети, кто-то должен ограничиться российским интернетом, который ограничивает вообще людей от негатива и какой-то лишней информации.